МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я, ее ведущий, Никита Джигурда. Ни свет, ни заря, а я в одном из лучших английских пабов в Москве и спешу вам представить кулинара высшей категории, шеф-повара, рукодельника, мастера своего дела Игоря Великопольского. Привет, ребята. Доброе утро. Доброе утро всем. Национальные блюда британского королевства – это традиционный хишан-чипс, кровяная колбаса и йоркширский пирог. Шотландия славится своими телячьими рубцами с потрохами и особой приправой, песочным печеньем и овсяными лепешками. В Уэлсе вам подадут хлебцы из красных водорослей, фруктовый хлеб и гренки с сыром. А в Северной Ирландии гурманы отведают чамп – картофель с зеленым луком, и калкано – кушанье из протертых овощей и картофеля. А для тех, кому хочется еще большего разнообразия, нужно просто пересечь ла-манш. Самая первая кулинарная книга была написана в 1390 году по приказу Ричарда II. А у меня вопрос, Игорь, как часто появляются в мировой кухне блюда, которые покоряют весь мир? Знаешь, очень сложно придумать блюда, которые покорят весь мир. Такие блюда выходят раз в 30-40 лет. Я понимаю, а недоброжелатели говорят по поводу английской кухни, что англичане придумали только одно выражение и одно блюдо – овсянка, сэр. Брешут собаки. Кстати, англичане помешаны на рыбе. Они едят круглый год. Англичане придумали более 200 рецепторов. И это к тому, что в Староданной Англии они называли даже уток рыбой. Представляешь, бобры когда водились в эти времена. Ну, у них рыбий хвост, например. Да, они, вот, боброва называли, говорили, что у них рыбий хвосты. А по поводу 200 блюд, это когда-то Сальвадор Дали говорил, если в стране нет 50 сортов сыра и столько же сортов вина, что-то в стране не так. Мне интересно, говорил он про Англию или про Россию? Это Дали говорил про времена. Про времена, да, да, про Россию. Про бывшие времена. Сегодня у нас английская кухня. Что ты предложишь нашим телезрителям в виде блюда классической Англии? Я думаю, мы сделаем с тобой пилятину по-ирландски. Я должен сказать, что в сознании обывателя Англия ассоциируется с рыцарями, которые на конях, в латах, крестовые походы. Да, именно это. Это так? Да, это так. Я поэтому взял такой топорик, чтобы мясо по-ирландски, чтобы его по полной программе... Или этого не надо делать? Пока не надо делать. Подожди, интересно ты делаешь. Ну, вставляй, как-то ты такую... А кто из телезрителей сделает такую... Это можно сделать ножом. Сало, сало внутрь мяса. Это специальный прибор. Я впервые такое вообще вижу. Это можно ножом сделать. Вот сало, это же наркотик. Один факт. Сало начали использовать впервые в Италии. Как дешевая пища для рабов. Я родился в Украине. Сало это украинский продукт, который итальянцы у нас из Украины смешнули. И сделали пищу для рабов. В Ирландии, кстати, в 13 веке, чтобы приготовить мясо, да, для королей, там делались большие очаги, которые можно было пожарить 2-3 быка, представляешь? Нормально, 2-3 быка. Но в данном случае у нас это телятина. Да, это телятина. Телятина с внутренним салом. Да. Так. Телячье мясо, оно отличается от говяжьего тем, что оно более светлое. Более мягкое, более сочное. У них нет, у нее нет столько проживок. Стоит сковородка. Она раскаленная уже, да? Мы вливаем масло немножко. Какое, не важно, подсолнечное, оливковое? Не важно, оливковое будет гореть. Лучше подсолнечное. Так, подсолнечное. И целиком кусок. Да. Опа. Нормально. В это время, когда оно прожаривается, мы займемся другими ингредиентами. Очень важно, очень важно, чтобы мясо по-ирландски было приготовлено профессионально. Вот как это делает Игорь Великопольский или Игорь Великолепный. У тебя будет погоняло теперь. Игорь Великолепный. Спасибо. Смотри, обжариваемся со всех сторон. Видишь корочка? Да, да. Образуется корочка. То есть корочка обязательно? Да, да, конечно. Когда мы ее будем запекать, то есть сало будет топиться, и весь сок будет отдавать мясу. То есть мясо будет идеально мягким, идеально сочным, хорошим. А еще Ричарда Третьего я играл когда-то, помню, что говорит. Коня! Полцарство за коня! Он есть хотел просто. Он хотел из конины что-то приготовить, а ему не дают. Он всех взял, порешил вообще. Всех подобрал. А из конины что-то делают, бандли? Конечно. Делают? Реально? Я думал, что это только наши тюкки. Нет, нет, нет. Ванина, кстати, это диетический продукт, низкокалорийный, но при том у него очень много белка. А я пока корочку переворачиваю, я понял, что нужно делать. Прекрасно. Приезжает англичанин к Испанию, и поскольку знает английскую кухню, то думает, где деликатес в Испании попробую. Говорит, официант, мне, пожалуйста, вот это блюдо, корида. Ну, ему приносят корида, два больших таких яйца. Он съедает. Говорит, это вкусно. Он через неделю приходит снова в этот же ресторан. Говорит, мне, пожалуйста, блюдо корида. Ему приносят два маленьких яичка. Он говорит, подождите, я на прошлой неделе ел большие яйца, а сейчас маленькие. Говорит, сэр, на прошлой неделе вы ели яйца быка, а сегодня это яйца матадора. Понимаешь, англичанин. В принципе, я в свое время жил в Испании. Я впервые вот вижу мясо по-ирландски. Так, правда ли, что в английской кухне вообще при приготовлении вообще не используясь и не подпускались на кухню женщин? Женщины? Да. Конечно, нет. Во-первых, это очень сложная работа поваром. У них не хватит что, интеллекта, чтобы запомнить, как готовить мясо по-ирландски? Ты не понял, я люблю женщин, поэтому я говорю, что нельзя женщин делать физически очень тяжелый труд. А, и с этой точки зрения? Конечно. Мне кажется, что это такая уловка. Это мусины. Ну, чтобы женщины не трудились, не перетрудились, мы их на кухне не будем. Чтоб женщины не волновались, мы их к алтарю не допустим. Чтоб женщины вообще не надрывались. Сиди дома, я сказал! Дома сиди! Иначе ты устанешь, дорогая, на работе. Дома сиди! Телятина – это молодая говядина, да? Какое оно должно быть? Оно должно быть влажное. Если ты его режешь, оно должно быть влажное. Но ни в коем случае не мокрое. Если оно мокрое, оно уже немножко испорченное. Вы видели, как под моим чутким рукозаводством Игорь Великопольский сделал это великолепное мясо по-ирландски. Это еще не все? Это еще не все. Мы еще его запекаем. Да. В духовке. Это уже барство, но потерпим. Ставим на 10 минут. А я напомню, напомню, что мясо по-ирландски сегодня, как и всегда, будут пробовать простые, обычные телезрители и выносить вердикт. Каждый раз говорю, какой вердикт могут вынести профессионалу. Просто-напросто съесть этот кусочек мяса и поймать нирвану без запрещенных ингредиентов. Просто мясо по-ирландски в исполнении Игоря Великопольского. Вот так. Фаршируем телятину свиным шпиком. Обжариваем на раскаленной сковороде со всех сторон вместе с тимьяном и розмарином. Фламбируем комничком. Нарезаем луки, помидоры, добавляем все в сковородочку к мясу и ставим в духовку для 15 минут. После этого мясо нарезаем. Из оставшихся тушеных овощей делаем соус. Выкладываем мясо на тарелку, поливаем сверху соусом. На гарнир можно подавать овощи на пару. Приятного аппетита! А вы можете попасть в историю рекламы? Вот. Я говорю, опусти руку, порву. Просто-напросто отрубали голову. Ужас какой. Я думала, страшно было жить в сталинские времена. Оказывается, там только заодно курицу могли. Просто за курицу. Просто вообще. Мужчина, когда хочет кушать, он все равно любой мужчина становится грузином. Это называется каперс. 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 Не путать, как ты говорил. Не путать с паперсом. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вам сегодня от нашего заведения сюрприз. Как вас зовут? Борис Абрамович. Не понял. Из Лондона? Нет, с Украины, с Одессы. А-а-а! Это нас! Борис Абрамович, дело в том, что у нас сегодня вечер и неделя английской кухни. А это мясо по-ирански из рук главного кулинара вообще Руси Игоря Великопольского. Английская халява, да? Да. Это английский с украинским акцентом. Если вы пробуете и вам нравится, так и да, вы нам заплатите сколько нужно. А если вам не понравится, вы тоже заплатите, Борис Абрамович. Пробуйте. Вынесите свой вердикт. На Украине должно мясо. Оно не сырое, не сырое, не сырое. Нормально? Все нормально? Так. Точно, нормально. Борис Абрамович, попробуйте только сказать, что вам не понравилось. Подождите, с салом, что ли? С салом? Это мы специально, на такой прибор, когда раз, туда, вовнутрь. С салом. Ну вот, с наркотиком. Итак, а, получилось? Есть. Ха-ха-ха. Итак, неделя английской кухни на канале РЕН-ТВ в программе блинкомом.ру. Великий гейн считал, что молчание – это английский способ беседовать. А вот у нас, у русских, все по-другому. Сначала водочка под огурчик, потом анекдоты, беседа. И в конце – настоящий мужской дружеский мордобой. В эфире программа блинкомом.ру. И ее постоянный ведущий Никита Джигурда. Ни свет, ни заря, а у нас в гостях русский Рэмбо. Актер с высшим экономическим образованием, политик, каскадер и просто настоящий полковник Алексей Огурцов. Есть. Доброе утро! Алексей Огурцов внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Полковник спецподразделения за пять лет снялся более чем в 50 фильмах. Любимая закуска Огурцова, квашеная капуста и соленая ручка. Знаешь, у нас сейчас неделя Англии. О, как раз. Большое кулинарное путешествие по национальным кухням мира. И сегодня неделя Англии. И ты у нас будешь давать английский рецепт русской кухни. Знаешь, что интересно, приятно, что такая программа все-таки появилась на здоровом образе жизни. И когда ведущий русский, настоящий русский мужик, богатырь, рыцарь, понимаешь, вот это приятно. Скажи, пожалуйста, первый твой фильм, Борис Годунов, естественно, тебе не дали, да, у Бондарчука. Классик советского кино, но тебе развернуться тогда не давали. А мне отец зажал. Тогда счастье было вообще участвовать. Сколько ты получил баблоса за роль свою первую? Я себя видел, когда, значит, я смотрел Борис Годунов, где я ехал, значит, к крепостным ребенком, да, в шубе. И мне дали два рубля. Никита, два рубля для меня это две бумажки. Но я как настоящий семьянин, как настоящий мужик, как послушный дитер. Я взял, ты не поверишь, я взял баранку и туалетную бумагу. Если бы мне эти два рубля сидел бы ты сейчас в какой-нибудь банке, скукотисье, делал бы баблос, выдавал его кредиты. Слушай, золотые слова, золотые слова. Меня дали финансовое училище, финансовую академию, но не мое это. Сидеть с жопой на одном месте, да, считать эти купюры, бумажки. Я умирал от скукоты, понимаешь? Хотя, сегодня нам будет не скучно, мы с тобой английскую кухню покажем в нашем телевизоре. Кстати, да, знаешь, во-первых, ну, начнем с того, что все-таки мой девиз в семье, каждая пищевка в желудке витаминка. Но, если мы в неделе берем английскую кухню, то, конечно, это шпагетти. Спагетти? Это англичское. Это английское, но по-русскому это макароны по-флотски. Вот, макароны по-флотски или спагетти. Карбонара. Какой-то карбонар. Ты жаришь, приходишь, макароны по-флотски хотите? Нет, нет, нет. А карбонару? Да, да. Жрите макароны по-флотски только с карбонарой. С английского клоя, с карбонарой. Говорите. Что мы делаем? Значит, мы ставим водичку. Воды я поставил. Я поставил. Погибаю. Старим вот это вот. Хорошая, хорошая. Для фильмов сниматься. Значит, а разогревать сковороду, что ли? Где был, где гулял? Не знаю, не знаю. Берем, значит, берем мясо, именно, именно карбонар. Да. Режем его кусочками, можем так, но по идее мы можем его порезать так, оно так быстрее. То есть это получается вот это как раз вместо, когда макароны по-флотски там, там место, а здесь такие вот. Там же фарш или тушенка, понимаешь? Тем более люди же армейские, ну что, кроме тушенки, да, и 100 грамм. Да. Мы же ничего не знаем. А здесь мы, смотри, как делаем, порезали. Мне интересно просто, как ты дошел до жизни такой, был профессиональным воином, военным, и вдруг, и вдруг все бросил и ушел в актерскую профессию. Знаешь, это вообще было удивительно, а почему удивительно? Потому что шел с женой по Арбату, жена захотела морозу по кушать, и ко мне подошел какой-то непонятный ориентации и вообще такой, кольцо здесь, кольцо здесь, какой-то такой мальчик, штанишки, да, вы можете попасть в историю рекламы. Я говорю, опусти руку, порой мой. Ну, жена же, она же граммотноумная. Она, оказывается, взяла визачку. Она не такая агрессивная. Она взяла визачку. Я приезжаю домой, смотрю, а там написано, значит, реклама на дюймство одного из мира каналов. Ну, мне так стало интересно. Я боевой офицер, какой-то чудак ко мне подошел, да, и здесь засвербило. Я приезжаю, значит, в Останкино, значит, в рекламу компании, и ровно через час я зашел в рекламу, рекламу молока. И там все такие мальчики сидят. Ты знаешь, ну, в основном гремен. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Мы продолжаем делать дальше. Значит, что мы делаем? Мы быстро помешаем. Мы быстро помешаем. Сейчас мы, по идее, по идее, немножко, вот, видишь, под у нас отставляем в стороночку. Ставим, значит, макароны. Макароны, да, да. Берем не макароны, а спагетти. Извините, пожалуйста. И смотри, как мы красиво делаем. Я бы сказал, а мы шпагетти, знаешь, шпагетти. Шпагетти. Ну, самое что интересное, понимаешь, когда вышла реклама, это молоко, я вам продумаю, я выпил на халяву 8 литров молока. Я понимаю, что на том актерское мясо. Ты понял, что такое? Ну, это же халява. А если бы это было не молоко? Шоколадный хлеб, нежнее, нежнее. А реклама водки, какой-нибудь 8 литров водки. Это тяжело. Спагетти я всегда выбираю из твердых сортов пшеницы. Почему? Потому что из твердых сортов пшеницы спагетти более разваристые, да, и они не липнут. Берем яйцо и отделяем желток от белка. То есть барж, делаем спокойненько, отделяем желток. Подожди, что нам нужно белок или желток? Нам нужен именно желток. А белок куда? А белок, ну, знаешь, белок нужно выпить. Точно. Ты знаешь, что такое вообще яйца куриные? Нет, нет. Это же... Это же сила! От Сталлоне, когда Рэмбо и Рокки, да, он яиц, да, пац, и все. Он и белок не желток. Хотя неправильно. От желток нужно выбрасывать, потому что от желтка трубки. Вот такой живот растает. Это, между прочим, мы вам подсказываем и мужчинам, и женщинам. Кстати, я знаю, что жена тебе подарила какой-то оберег, который... Ой, слушай, это реально была большая авария, когда мне везли в морг. Вот, ребята, это вот по шестям было. Я уже в пакете, мне реально везли в пакете, мы поехали... Это после чего, после съемок? Это не после съемок, это была, будем считать, операция, которая была... Сокипела, сокипела. Ты, да, 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 было понятно, что ты выжил, и руки работают. Самое главное, да, а это самое главное. А тем более правая рука работает. Друзья, самое что интересно, смотрите, вставляем, вносили, вставляем. Вставляем. Восемь, в смысле этого слова. И делаем так. Опаньки. Леша Огурцов сделал все правильно. Единственное, мне не понравилось, что он не до конца дожарил лук. То есть лук должен быть прозрачный, то есть он должен жарить его до прозрачного цвета. Желточек. Да. Мы берем, наливаем сливочки. Да. Наливаем сливочки. Берем сыр, сыр-промезан. Промезан. И добавляем его вот сюда. И, соответственно, сливки. Это что такое? Вот это что, сливки или что? Это сливки, желток и сыр. Вот когда мы сейчас, видишь, уже начали шкварчать. И теперь он что делает? Мы теперь выливаем... Вот. Потрясающе. Вино. Вино. Вино, белая вина. Ребята, вам не передать запах. Это будет... Ага. А я же не просто с этой буржаком. Вы не думайте, а то он не для защиты. Оставляем. Оставляем. Так. Выливаем сюда. А выливаем. Вот, вот, смотри, я тебе помогаю специально. Так, аккуратно. Аккуратно. О, о, о. Так. Опаньте. Есть. Есть, так. Ставим сюда. Теперь. Багетти. Теперь. Блин. А если, а если... А если... Аккуратно не придавай, чтобы не закапать к нам. А теперь смело. Высыпай. 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 О! Ну, что мы делаем? Что делать? Что делать? Не конца, не конца. Размешиваем. Вот это все делаем. Перемешиваем. И самое что интересно, ребята, самое интересное, мы выливаем в соус. Вот эту вот штучку, которую мы с тобой сделали. Так называемый английский соус. Так. И выявили карпанаро. Ну, значит, самое главное, чтобы у нас женство не сварился. Потому что сама ценность этого продукта, чтобы не сварился. Значит, делаем такую вещь. Друзья, теперь смотри, что делаем дальше. Самое, что интересное, берем теперь сыр. Так выглядит очень аппетитно. И танцовушку мы делаем. Ну, а то есть петрушка, ребят. Не говоря, мужики. Петрушечка. Ну, же петрушка. Петрушечка, это же вообще, это же, это же для мужской силы петрушечка. А вот если мы все-таки совместиме здорового образа жизни. Да. Российскому. Да. Потому что мы поставили огурчик. Огурчик, да. Солененького. И... Что ж? И... Что ж? И потом... И... 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 И потом задушевывается... Рыберутый. Закончат борта. Абсолютно. Бег, бег, бег. Бег. Друзья, вот мы в принципе приготовили. Только мы хотели себе приготовить. Да. Это была английская неделя. Да. Именно на шауплинкомон.ру В кипящую воду бросаем спагетти. В это время нарезаем бекон и отправляем его на горячую сковороду. Нарезаем лук-шалот и перемешиваем с беконом. Вливаем белое вино и тушим, тушим еще две минуты. Отваренное спагетти переносим на сковороду. Туда же вливаем сливки, добавляем один яичный желток и тертый пармезан. Перемешиваем и выкладываем на тарелку. Сверху еще раз посыпаем теплым сыром. Приятного аппетита. Просто-напросто отрубали голову. Ужас какой. Я думала, страшно было жить в сталинские времена. Оказывается, там только за одну курицу могли. Просто за курицу. Просто вообще. Мужчина, когда хочет кушать, он все равно любой мужчина становится грузином. Это называется каперс. 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 Не путать, как ты говорил. Не путать с паперсом. У нас же с тобой неделя английской кухни. Это слово, английская кухня. Английская неделя, английская еда. Так. Соответственно, что мы сделали? Карбонара. Карбонара. Тем более у нас. Какой девиз в нашей семье, в гурцовской семье? Каждая печенька в желудке витаминка. На старт. Внимание. Марш. Поехали. Так, накручиваем. 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 И ложку. И ложку. И ложку. Вот так вот. Ну, давай. Пробуем. Папа, папа первый. Папа первый. Показывает, что мы не отравиме. И что мы делаем? Друзья, друзья, очень вкусно. А ну давай, давай, пробуй, пробуй. Быстрее урвать, урвать, урвать. Сейчас же подумают, операторы... Короче говоря, только англичане едят это блюдо. Ну что? Нет, друзья, очень вкусно, я вам скажу честно. Конечно, это сыпно, но я вам скажу, очень вкусно. Но макароны по-флотски делаются быстрее. И в Руси, и на России, и в России. Вот, 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 есть, есть, есть. Вот так вот, шоу Блинкомом.ру В Англии преобладают два типа женщин. Одни не могут рассказать анекдот, другие не могут его понять. Жаль английских мужчин. Когда юмор не ночует в голове, это печально. В эфире программа Блинкомом.ру и ее постоянный ведущий Никита Джегорда. Ни свет, ни заря, а у нас в гостях Главная пуси-пуси страны, очаровательная, неповторимая, божественная Катя Лель. Вау! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Катя Лель. 1994 год. Гуляя по парку Горького, увидела Льва Лещенко. Набравшись храбрости, вручила ему кассету со своими записями. Через день ей позвонили и пригласили сразу на финальный тур конкурса «Музыкальный старт-94». Став лауреатом конкурса, Катя начала работать в театре Льва Лещенко. Ну а дальше пошло-поехало. Сложно-сложно, но невозможно. Если любишь, то осторожно. Знаю-знаю, тебя теряю. Позвони мне, я умоляю. Твоя, и я зашла за края, оставив всё навсегда. Я нашла тебя, и любовь моя твоя. И я зашла за края, оставив всё навсегда. Я нашла тебя, и любовь моя твоя. И я зашла за края, оставив всё навсегда. Я нашла тебя, и любовь моя твоя. Я нашла тебя, и любовь моя твоя. Твоя, твоя. Твоя, твоя. Твоя, твоя. И женщина, которая точно знает, из какого мармелада созданы мужчины, и знает, как и с чем их едят. Да, догадывайся же, конечно, да. Да? Да? Нет, я думаю, что мужчины сейчас смотрят и думают, так вообще повезло, Джигурде. Привет. Он сейчас узнает секрет, как вот приобрести эту форму, чтобы быть съеденным Катюшей Леей. Ох, да, это очень опасно. Вот, это очень... Но желанно. Катюш, с твоим появлением на нашем корабле, а мы продолжаем путешествие по национальным кухням мира, так вот с твоим появлением мы ломаем как минимум две английские традиции. Какие? Женщина на корабле. Ох. Просто не должно быть женщины на корабле. Ни в коем случае. А мы сломали. Мы сломали. Ты первая женщина, которая присутствует... Спасибо. ...у нас в программе. Ну, я, в всяком случае, знаю таких беспощадных женщин на корабле. Пиратов. Вот. Которые, вспомним. Женщина. Кровавая Мэри. Так. Так. Беспощадная Энн Бонни. Я думаю... Так, а что может быть женщина? Она же сильна, она же мудра. Потому что, потому что, когда английские мужики довели женщин до белого кипения, не подпуская их ни к плите, ни к управлению государством, женщины показали, что они могут делать. На что способны, если взяли в свою руку. Да, да, да. Короче, мы идем на кухню, и Катюша сейчас скажет, что, что, что будет сегодня творить. О, будем мы сегодня творить. Так. Потрясающий британский салат с индейкой. Да? Да. И это будет джага-джага по полной программе. Обещаю. Вот так. Катюш, в Англии все, что связано было с дичью. Да. С птицей. Принадлежала птица и дичь знати и нормандским королям. И людям, которые без спроса ловили дичь и готовили для себя блюда, просто-напросто отрубали голову. Ужас какой. Я думала, страшно было жить в сталинские времена. Оказывается, там только заодно курицу могли лишить голову. Просто за курицу, просто вообще. А у нас, я так понимаю, ты будешь использовать куриное мясо. Да. Индейку вернее. Так. Индейку, да. Значит, мы сделали что? Мы ее предварительно отбили. Так. Конечно, помыли. Для этого сейчас мы ее посолим и поперчем. Да? Для этого нам понадобится... Это индейка. Это индейка, да. У нас салат называется с индейкой. Когда ты ходила в детский сад. Так, Марина не приведнует? Нет, не приведнует. Молодец. Правильно. Все. А все остальное, она говорит, это игра. Короче говоря, когда ты была маленькой в детском саду, я в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, на коне. Ух ты. И в Верхнем Чигеме мой первый фильм «Раненые камни» был снят в Кабардино-Балкарии. Ничего себе. А ты тогда вообще на горшке сидела. А я в это время на горшке. Ну, главное, я тоже сидела на горшке. И шашкой. Да, да, да. Понимаешь? Понимаешь, что я делаю? Да. То есть мы могли с тобой потом пересечься. Да. Да. Продолжаем. Мы продолжаем. Значит, мы нарезаем баклажаны. Мы нарезали уже баклажаны. Сукини, да. Болгарский перчик. Так. Мы сковородку. Мы сковородку с вами. С вами сковородку. Да, сковороду. Сейчас разогрим ее. Так. Обязательно посолить, поперчить и то, и то. Знаешь, когда Анисина родила, я сказал, Анисина, а можно сделать так, чтобы вот эта форма твоя после родов осталась? Потому что... Ух ты. А как это сложно, боже мой. Мужчины мне завидуют, естественно, потому что я с высоты своего роста сейчас наблюдаю формы, женщины, которые... Я уже в карашской краске. Нет, которая, это как платоническая любовь, когда ты находишься энергетически, чувствуешь... Расскажи секреты. Так много трудов. Да? Почему? Я занимаюсь четырехрадочемпионкой мира по фитнесу. Почти каждый день в спортзале. Потрясающе. Штавли, гантели. Потрясающе. Правильное питание. Ограничить, кстати, в днях опять сажусь на новый этап, чтобы было еще круче. И индейка диетически хорошая, прекрасное мясо. Идеально подходит для людей, которые делают фитнес, идеально подходит для людей, которые хотят похудеть. Она правильно сделана, она использовала грудинку, да? Потому что если взять ножку, она немножко жестче будет. А вот именно грудинка, она будет намного мягче. И она правильно сделана, она ее отбила. Все хорошо. Катя, ты молодец. Я стремилась в последние годы своей жизни очень сильно возобновить творчество с Максом Фадеевым, который написал «Муси-пуси», «Джага», «Долетай». Слушай, а кто будет с Пашей Буре? Кто написал? Он и написал «Долетай». Я тебе должен сказать еще один, еще и одну фишку еще. Какую? Марина Анисина, олимпийская чемпионка, была влюблена в Пашу Буре. Так. Она просто удирала со сборов, и когда она увидела... Удирала со сборов? Да, удирала со сборов, чтобы с ним на свидание во Франции. И что? И когда она увидела клип твой с Пашей Буре, она мне эту историю рассказала. Я-то об этом не знал. Она говорит, слушай. Нет, она не расстроилась. Она, когда мы встретились, она поняла, что она ошибалась. Ну, я понимаю, конечно, коммен. Но трудно было не поверить в ваши взаимоотношения с Пашей. Какие наши взаимоотношения? Это же был клип. А это история. Зрители это не знают. Они смотрят и верят. Значит, мы сделали все правильно. Вот. Зрители сейчас смотрят, и Джагурда так. И так, и так, и так. Это неспроста. Переворачиваем, Никита. Так, минуточку. А знаешь, что раньше в английской кухне салаты заправляли... Ты не поверишь. Чем? Заправляли лепестками цветов. Да, для цветов. Розы, фиалки. И только для запаха. И как бы это было. Это вообще удивительно. А я обожаю Англию. Я просто умираю. Может, потому что мы все туда выкладываем? Да, да. Какой помощник, Никита. Молодец. Слышишь, вообще-то. Слышишь? Марине повезло. Марине повезло, потому что я никогда дома этим не занимаюсь. А я обожаю, когда мужчина готовит. Это так страстно. Это так со вкусом. Просто супер. Это бросает. Так, это сейчас у нас начнет жариться. Это у нас заложает. У нас индейка пусть почти готова. Это как у нас блюдо называется? Индейка под зимой? Блюдо, индейка с калатом. Да. Ну, с индейским. Да. Сейчас расскажем секреты. Так вот, 9 месяцев того переговора с Владимиром. Наконец-то чудо произошло. Состоялось. И вот именно к этому у меня был символ похудеть, прийти в форму за короткий период времени, что я и сделала. Да, хочется кушать, бывает, но, но, стоит того. Нет, а тем более, тем более, когда на Кавказе, когда такая кухня, что от нее просто... Да. Ну, все. Но я должен сказать, что вот мясо индейки, это же... Очень здоровое. Да, здоровое. Конечно. Тут нет жира, тут вообще... Абсолютно. Да, правильно? Самое хорошее мясо, да. Как-то индейка ужарилась. Такое маленькое гиетическое блюдо получилось. Это же хорошо. И специально, чтобы не поправить. Главное, чтобы вкусненько было, да, и не калорийно. Вот как это сделать? А-а-а, секрет какой. Как? Я знаю. Как? Я во всяком случае так делал неоднократно. Любовь, 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 постель, любовь, любовь, постель. А кушать-то хочешь совсем? Нет, нет. Вот меня отшибало как-то, видите. Катя Лель. Безупречно. Да. Как говорил Джигурда, богиня. Нарезаем баклажан, цукини и болгарский перец. Обжариваем. Филе индейки отправлено на сковороду. Выкладываем на блюдо жареные овощи по кругу. В середине индейка с листьями салата. Майонез смешиваем с соусом ворчестер, поливая сверху весь салат. При подаче посыпаем пармезаном. Итак, наш салат с уйдейкой готов. Приятного аппетита. Мужчина, когда хочет кушать, он всё равно любой мужчина становится грузином. Это называется каперс. 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 Не путать, как ты говорил. Не путать с паперсом. Здравствуйте. Окей, красивый парень у нас. Я надеюсь, вы скачали не потому, что испугались Джигурда, потому что перед богиней не могли сидеть. Присаживайтесь. У нас английское блюдо, приготовленное Катей и Леви. Да, и мы хотим угостить вас. Дело в том, что это эротическое блюдо, ребят. Вы съедаете вот этот салат из индейки по-английски, и ваши любимые девушки будут долго не спать. Потому что это... Смай, я в хорошем смысле этого слова. Ну как, ребятки? Отлично, я бы даже сказал, потрясающе. Это влияет на мужские гормоны. Никита, это просто копья вы. Вот, повышается с утра иммунитет. Настроение. И мужские гормоны. И желание жить. Да. Вот так вот. Рыба на английском столе была столь же важным продуктом питания, как и хлеб. Таким образом, половину дней в году следовало есть рыбу. Программа «Блинкомом.ру» и ее ведущий Никита Джигурда. Ни свет, ни заря, а у нас в гостях народный артист России, виртуоз, в которого влюблены все до единой клавиши фортепиано. Скорее, наоборот. Левон Аганезов. Здравствуйте, дорогие мои 20 минуты. Доброе-доброе утро. Спасибо, что проснулись, пришли. Как говорил, что 50 лет назад один герой, чуть свет ее у ваших ног. Вот. Левон Аганезов. Сына-бувщика он сделал головокружительную карьеру на подмостках советской страны. С Клавдией Шинженко, Андреем Мироновым, Иосифом Кобзоном, Валентиной Толкуновой его объединяли годы дружбы и творчества. Без бемолей и диезов вам сыграет Аганезов. Эта шутка Аркадия Арканова как нельзя лучше отражает характер большого артиста. Был в Англии в среднем веке такой закон Бенедикта. Да, да, да. Нельзя было есть четвероногих животных. Монахам. Монахам. Это мудро. Всех четвероногих. То есть если кенгуру на двух ногах, ее можно. Даже Марк Твент сказал, говорит, ни один англичанин не научил свинью ходить на задних лапах. Вот. Исполнители старой школы, они вообще ограничения себе какие-то позволяли? Ты знаешь, что есть люди... Вот, например, Иван Александрович Любеснов, если вы говорите, такой из Малого театра. Да, 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 это я помню. Он вообще ел мясо один раз в неделю. Он говорит, а мне не хочется. Люди по-разному, да. То есть он, можно сказать, соблюдал английскую традицию. И у меня встречный вопрос. И какое блюдо сегодня английское мы будем вместе готовить? Самый главный ингредиент в английской кухне это все-таки рыба. Рыба? Да. Все. Значит, мы готовим рыбу по-английски или как она называется? Она называется попием. Ливон аганезом и его попием. Английский лосось. В программе блинковом.ру. Ура. Мы переврали. Попием. Нет, мы не переврали. Просто я во Франции знаю, это блюдо называется попием. Мы берем семочку. Семочку. Перчим ее. Она называется салман. Как называется по-английски или что? Я не знаю. Салман. Салман. Дальше. Мы набрасываем туда. Что, даже не режем? Черри. Нет, зачем? Потрясающе. Они превратятся за эти... Ну. За эти 10 минут они превратятся. Да, да. Тогда у меня вопрос. Не один... Даже если грузин кладет помидоры на сковородку, когда их не режет. Не режет? Да. Так это грузин, а это англичанин. Кстати, у него... Мужчина, когда хочет кушать, он все равно любой мужчина становится грузином. Лех, как вы думаете, какое блюдо у бедных англичан в средние века, в сегодняшние времена превалирует в рационе? Знаешь, я читал у плащиков английских, что бедный англичанин, если у него нет денег, он брал лодку и ломил рыбу. Так, теперь мне нужна дижонская горчица, я просто ее бросаю. А еще, пока Ливон колдует здесь, я вам скажу, что бедные свои Англии, не только бедные, но и средние, очень любят вяленую соленую треску. У нас бобла, а у них треска, они ее по кусочкам рубят и пиво, и на футбол приходят. Я тебе скажу, что в России тоже очень любят жареную треску. Не жареную, а у них же вяленая треска, вяленая, сухая, а у нас бобла, а у них вяленая треска, пиво, футбол. Как выбирать помидоры? Помидор всегда должен пахнуть помидором. И когда помидор пахнет травой, это не помидор. Это сливки. Да, так точно. Вы запомнили, вы просто Ливон так быстро все молниеносно делаете? Я напоминаю, берете пару кусочков семги, перчите, солите, закладываете в конверт из фольги. Помидоры в целом виде. Вообще это полагается делать в пергаменте. А Андрей Миронов просто и Ливон Аганесов выступали в такой связке, которая в нокаут пускалась. Научил меня разговаривать на сцене и заставил в первый раз Александр Анатольевич Ширков. Он нам поставил спектакль, который назывался «Выхожу один я». И там я впервые, это был 79-й год, впервые со сцены сказал несколько слов. Стеснялся, зажимался, как студент. Но потом осмирился, обнаглел. Евгений Павлович Ливонов говорит, Лёва, я не буду лишнего человека брать, подыграешь мне в сцене. И дал мне текст. И у меня не было выхода, и я ему подойду в сцене. Вот так, вот так. Он говорит, если ты ошибешься, я тебе дам по голове прямо на сцене. Это кто говорит? Евгений Павлович. Евгений Павлович. А, ну я, наверное, Миронов так не говорю? Нет, Андрюша делал так. То есть он... Если я что-нибудь не толчу, он уже страшно. Понятно. Друзья, вот такая бубуська у нас получилась. Это интересное слово, бубуська. Это английское слово, бубуська. Да, такая бубуська получилась. Ставим. Так. Вот на какую-нибудь, вот на такую, например, вот. И эту бубуську засовываем в печуську. В печуську, в печуську. Аганезов, да? Он запекал семгу. Мне очень понравилась его сильная работа, то есть он все быстро сделал, все правильно сделал. Единственное, чтобы я добавил туда вино белое, сухое. Это бы дало намного больше пикантности, нежели было. Да, он все сделал правильно. Но вино божественным бы сделало это блюдо. Ты знаешь, что я узнал недавно, Никитушка? Оказывается, англичане, особенно в средние века, рысари, на кухню женщин... Не трогай рот. А я думал, ну, мы... Должно быть действие какое-то. Мы должны делать вид, что мы что-то делаем. Мы на кухню женщин не допускали. А почему? А почему? А почему? Ну, считалось, что женщины из спорта все. Вот, вот, вот это главный вопрос, который я, между прочим, неоднократно задаю. Английский анекдот. Английский, да. Поэтому сидит английская компания, выпивает виски. Один говорит, давайте выпьем за любимых женщин. Второй говорит, нет, давайте выпьем за тех женщин, которых не любят наши жены. Это интересная мысль. Это интересная мысль. Но, тем не менее, англичане не пускали женщин на кухню, получается. Не выдастся. И чем это кончилось? Англисты, да. Англичанки не умеют готовить до сих пор. А королевам головы рубили мужики шоринистые. И я считаю, что это неправильно, потому что женщина, на мой взгляд, может приготовить... Знаешь, что, женщин вообще обижали. Но, тем не менее, наши женщины обиженные даже умели хорошо готовить. А у меня вопрос. У меня вопрос. Нет, нет, нет. Я просто знаю, что уникальная русская женщина, уникальная певица Клавдия Шульженко работала вместе с альбом А. Маганезом, нет, Сливу, она Маганезом. Она не называла тебя Лев? Нет, нет, она любила говорить. Ура, она, композитор, пианист. Ей мало было, что пианист. Вот. Она говорит, я говорю, какой я композитор? Сиди уже. Она меня все-таки называла композитор. Но она готовить умела? Клава? Да. Она гениально делала бутерброды. Вот, вот. Резала так виртуозно и всегда носила с собой салфеточку. И мужчины, мужчины тащились от того, что Клавдия Шульженко делала бутерброды и угощала, и угощала мужчин. И не запрещали ей это делать, как англичане. Есть! Наша бубучка, вот она. Она готова к употреблению. Только аккуратно надо доставать, чтобы не обжечь руки. Да. Так. Достаем бубучку. И... Так. Так. И что делаем? Теперь нужно ее разрезать. Так. Вот так ножницами. Но мы это сделаем за кадром. А я напомню про нашу фишку. Мы, это блюдо, предложим продегустировать простой телезрительнице. И она вынесет вердикт. Ливону Аганезову попробует рыбу, чтобы он потом мог сказать, можно я посмотрю, как вам понравилась моя рыба. Делаем пакет из пергаментной бумаги. В середину кладем соленую и перченую семгу. Вливаем сливки, перемешанные с дижонской горчицей. Туда же отправляем помидорки черри. Закрываем и ставим в духовку на 8 минут. При подаче на стол сбрызгиваем соком лимона. Приятного аппетита. Это называется каперс. 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 Не путать, как ты говорил. Не путать с паперсом. Здравствуйте. Девушка, можно на вас посмотреть? Так, не приждет. Хорошо, молчу. Девушка, как вас зовут? Полина. Полина. А почему такая грустная? Полина, будьте осторожны. Тихо, тихо, тихо. Я вас ругала, он не пришел. Вот, вот, вот. Не пришел парень? Не пришел. Да пусть он сам об этом пожалеет. Вот есть, есть одна вещь, которая заменит любого парня. Не поддавайтесь на провокацию. Парень, он наконец приготовил сам, сам это блюдо. А сейчас вы даже не знаете, не знаете, что вас сейчас ожидает. Не поддавайтесь. Он вас накормит. Подождите, я уже взял телефон. Он божественно готовит и потом вам от молодого человека попадет. Поэтому пробуйте, выносите вердикт, но не поддавайтесь. По-английски называется подъедет. Полина, вот теперь от вас зависит, как говорится, судьба этого блюда. Марина, так, выпрямись, улыбнись и попробуй. Дело в том, что это английское блюдо, поэтому вы леди, английская леди. Пробуйте по-английски. Которая, да, которая пробует рыбу. А мы с тобой стоим, мы ждем вердикта. Так, три, четыре. Что, что, Полина, не поддавайтесь, не поддавайтесь. Сказали офигительно. Ливон Аганезов в программе «Блин комом». Наш блин оказался не комом. Лондон, фешенебельный ресторан. Заходит мужчина в смокинге, садится за столик. К нему подходит официант. Что-нибудь выпейте? No. Один раз попробовал, не понравилось. Тогда, может быть, сигару? No. Один раз попробовал, не понравилось. Я здесь сына жду. Наверное, сын у вас тоже один. Yes. Один раз попробовал, не понравилось. Программа «Блинкомом.ру». И я ее ведущий Никита Джигурда. Ни свет, ни заря, а у нас в гостях наш человек в Голливуде. Русский шварцнеггер, актер, продюсер и просто настоящий богатырь Александр Невский. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пригласил. Спасибо, что пришел. Я должен напомнить, что у нас сейчас идет неделя английской кухни и большое путешествие по национальным кухням мира. Не укачивает во время путешествия? Ага, они не наливают здесь, поэтому... Не, ну Качков укачивает. Вот, вот, видишь, поскольку я уже лет в прекрасной форме. Ну да, но я так более изящный. Более изящный. Не, ну творческий человек обидеть легко, а ты сейчас мне, ну... Нет, ну я уже... Говорит того, что я изящный, а ты все-таки богатырь, а я сейчас его изящный. Итак, у нас в гостях Александр Невский. Александр Невский, мистер вселенная 2010 по бодибилдеру, киноактер. Кумиром Александра был и остается Арнольд Шварценеггер. Наиболее успешная работа в кино у Невского – комедия «Форсаж да Винчи», только в России собравшая несколько миллионов долларов. Дизель, если он ездит так же, как использует в своей речи фразеологизмы, это будут самые легкие деньги в моей жизни. Сразу вопрос, поскольку у нас английская кухня, как ты относишься к сладкому? Ну, к сладкому я отношусь с большим уважением. Проблема только в том, что культуралисты, они же сладкое не едят. Надеюсь, что ничего сладкого мы сегодня готовить не будем. Не будем. Я почему про сладкое сказал? Потому что ни один англичанин настоящий утром не обходится без мармелада. Серьезно? Да. А как же культурист английский? А значит, они… У них какой-то специальный мармелад. Они, видимо, не истинные англичане. Это уже новая формация, понимаешь? Новая формация. Новая формация. Интересно. Потому что культуристы английские, они все-таки ребята настоящие, поэтому… Я надеюсь только, что все телезрители РЕН-ТВ, которые сейчас смотрят нашу товар-передачу, начинают утро с зарядки. А мы научим, как делать истинное английское блюдо. Я не могу выговорить, как оно называется. Я бы даже сказал «Тартар из семги с авокадо». Вот. «Тартар из семги с авокадо» на шоуплинкомом.ру. Не скучаешь ли ты по русским песням в Америке? Скучаю. Да, скучаю. Но я тебе что хочу сказать, что я вообще в американском кино играю всеми русских героев. Я думаю, что тебя все время напрягает, да, и других зрителей напрягает, когда замечательные наши актеры играют там каких-то уродов, алкоголиков. Когда наши там думают, что вот какая диверсия в этих фильмах все время наших не так изображается. Да нет, там никакой диверсии нет. Они им по-дураски всех изображают в Голливудсе. Они и французов, помнишь, и англичан, и русских. Кроме себя. Они своих представляют героями. Поэтому нашим продюсерам нужно активней, чтобы такие же фильмы снимать. Есть русские герои. Я бы сказал нашему правительству, пора понять уже, что у нас есть ребята наши, которые могут не хуже американских актеров сделать кино. А я все-таки обратно к продюсерам. Потому что в правительство-то у него много и так, заботы. А вот продюсерам... А правительство бабло сдает продюсерам. Одну минуточку. Одну минуточку. Надо независимых продюсеров. У нас фильмы снимаются. Вот так. Фильмы-то снимают. Просто пусть снимают международный продукт. Хорош, который будет радовать зрителей канала РЕН-ТВ. Как правильно выбрать темку? Нажимаем пальцем на рыбу. Если в течение 30 секунд рыба поднялась назад, это означает, что рыба менее более свежая. Но самое главное – это глаза. Глаза должны быть светлыми у рыбы. Не мутными, а светлыми. И основное – это она должна пахнуть морем. А правительство не облагает налогом продюсеров, которые занимаются национальным кинематографом. Можно и так сказать. Правильно? Но не чернушным. Потому что ты знаешь, что сейчас на фестивалях чернушное кино в почете. А созидательное кино совершенно в каком-то отстойном состоянии. И ты знаешь, что я хотел бы и наших актеров призывать, чтобы они не мечтали об этих эпизодиках русских бандитов в голливудских фильмах. Не нужно. Ребята, вы русских героев играете, на самом деле. Правильно же? Свард Снегер – он гений. Ты вспомнишь фильм «Красная жара»? Да. Он там играл русского героя, который страну не предавал. Слушай. Который был настоящий такой. Я же знаю, что ты в «Красной жаре» сыграл. Нет, ты сыграл. Я сделал потом, мы сделали сиквел. Мы сделали «Московскую жару». Там сыграл Майкл Йорк, Эдриан Пол и то же самое. И я знаю, что американцы как раз приняли и фильм, и твоего героя положительно. Положительно. Потому что там и Москва была представлена «Красавица». И фильм был на английском языке. Американцы, обычные американцы, если мы сейчас не говорим про политику, они замечательные ребята. Они тепло к нам относятся. Когда там День Победы, он немножко другой день, чем здесь. А мне там пожилые люди подходят, узнают, что я русский, и меня обнимают. Потому что они воевали с нашими дедами в Европе. А я сейчас работаю. Мужик говорит, если я беру морковку так, сок готов, без соковыжималки. Поэтому да, ты сейчас... Давай, ну я. Давай, хорошо. Давай, давай. Вот сюда, вот так. Вот смотри. Капает, капает. Капает, конечно. Смотри. Я воспользуюсь немножко подорога. Я двумя руками вот так вот. Ничего себе. Вот так раз, раз, раз. Поливаю, поливаю. Все, получилось. А я только лимон. Это для того, чтобы авокадо не почернел. Это мы вам с Александром напоминаем. Чтобы он был... Не чернел. Да, авокадо. Чтобы продолжал оставаться зеленым. Да. Ага. Очень интересно, если так лимоном себя поливать. Ну, тоже не почернеешь, видимо, а останешься зеленым. Надо посоветовать всем нашим, так сказать, друзьям из Африки. Что мы делаем сейчас? Не, я забыл еще укропа нарезать. Укропа. Я заговорил с тобой. Я нарезал. А я огурец. А я огурец. А я огурец. Ну, давай, давай. Так, огурчик. Слушай, и в конце, смотри, есть потрясающий что. Надо не забыть, вот это надо показать на камеру. Как я? Вот эта вот штука. Это называется каперс. 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 Не путать, как ты говорил. Не путать с памперсом. С памперсом не путать. Каперс. Да. Есть совершенно не романтическое устройство памперс. Но об этом мы застал не будем говорить. Смотрите, значит, каперс вот эта вот штука. Что мы делаем? Это укрожение. И потом в конце, после того, как мы все нарежем, каперсом все, так сказать, потрясающе. Он достаточно распространенный цветок. Да. У тебя растет? Я впервые вообще вижу, что это вообще, мне это не напоминает цветок, честно говоря. Культуристы нам английский удружили, конечно. Это да, да. Кстати, еще анекдот мне нравится. Английский анекдот, когда жена приходит к лороду и говорит, дорогой, я пришла после врача, не получилось забеременеть. И лорд говорит, опять эти нелепые телодвижения. Вот так вот. Но согласись, что это разные вещи. Штангу поднимать. И девушку красиво. Да. Хочется больше девушек. Вот, вот. Тебе вообще нравится готовить? Никит. Вот так как все еще? Честно. На кухне. Вот честно. Честно. Ага, только по большим праздникам. По большим праздникам. Только по большим праздникам. Нет, так, так. Да, даже, я перемешал авокадо. Агурец соленый и помидор. И теперь мы сверху, сверху, вот так вот это дело, может, не так красиво, но зато... Ну, душевно. Душевно и мужественно, главное. Да. И самое главное, знаешь, вот я мечтаю о чем. Я мечтаю, чтобы, серьезно, независимый пародюсер, пусть, да, но чтобы президент России в какой-то момент сказал ребятам, чиновникам, ребятам, вы посмотрите, посмотрите шоу «Блинкомом.ру». Александр Невский и Никита Джигурда. Есть. Нарезаем маленькими кубиками слабосоленую семгу. Также мелко режем каперцы и корнишоны, лук-шалот и укроп. Все смешиваем. Помидоры очищаем от кожуры и сердцевины и нарезаем мелкими кубиками. Очищаем от кожуры авокадо, сбрызгиваем лимоном и нарезаем также мелкими кубиками. Смешиваем его с помидором. Выкладываем в бокал для мартини. Снизу семга, сверху авокадо. Приятного аппетита! Александр Невский и его тартар. Это прекрасный тартар, да. Прекрасные ингредиенты. Единственное, мне понравилось, что я там не увидел лука-шалота. Лук-шалот – это не лук, который издает очень сильный запах, когда его кушаешь. Это очень мягкий лук, очень хороший, очень сочный, который бы додал пикантность этому блюду. Никита, я хочу тебя представить. Чемпионка мира по баллону танцев Александра Сидоренко. Изменил всю мою жизнь. Также чемпионка мира по фитнесу. И вот сейчас... И просто богиня. И просто богиня. Просто богиня. Просто богиня танцев и красоты. Мы сделали это с любовью. С любовью вообще. Это похоже друг на друга блюда. Тартар и тартарары. Да, вам нужно попробовать. Попробуйте, пожалуйста. Мы сделали все в начале. С любовью. Да. Ну попробуйте, может, ложечку моего и ложечку Никитиного, может быть. Хотя это совместный. Совместный был. Абсолютно. Так. Так. Как вам, как чемпионки мира вообще? Как вы чувствуете? Мы даже не солили. И лука не добавили. И лука не добавили. Вот как вы считаете, без лука нормальных он, душевных? Кисленько. А теперь вот эту. А вот эту, пожалуйста. Да, да, да. В чем разница? В чем дело? Ага. Мы не говорим. Не говорим. Мы не говорим. Вот чемпионка не проведешь. Не удалось богиню провести. Вот так вот. Это одно и то же блюдо, Оксаночка. Это одно и то же блюдо. Одно и то же блюдо. Я хочу, чтобы после того, как энергия, любви и силы вошла, чтобы вы показали нашим зрителям с Александром, как вообще вы это делаете. И я имею в виду танцы. Если позволите, Оксана, я хочу предложить фитнес-променад. Это то, что совмещает и фитнес, и танцы. Да, при том, что потрясающее движение, которое меня Оксана учила, но еще и косые мышцы живота работают очень здорово. Давайте, как мы с вами обычно это делаем. Давайте, как мы с вами. Так. С какой ноги? А так мы делаем. Мы делаем в ту сторону обычно. Напомните, просто я не помню. Чемпионки мира по боям-танцам. Сейчас нужно напомнить, как мы делаем фитнес-променад. Вот так вот. Так вот. Опа. И вот другую сторону. Оп. Браво! Помните, изобретение нового блюда делает больше для человеческого счастья, чем открытие новой звезды. Будьте здоровы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok